Пару недель назад началось бета-тестирование StarCraft 2. Мы спустя несколько дней после его начала получили ключ. Сейчас готовы поделиться своими первыми впечатлениями. Первое, что встречают при запуске StarCraft 2, это обновленный Battle.net 2.0. В общем-то, как и все, что делает Blizzard, он сделан просто потрясающе. Сначала удивляешься то, как красиво сделаны менюшки в Battle.net, а затем уже удивляешься его эргономике и удобству. Blizzard решили сделать свой сервис похожим на Xbox Live и PlayStation Network. То есть здесь есть экран статистики у каждого из игроков, где можно посмотреть не только его матчи, а, скажем, трофеи, которые здесь названы достижениями. Можно посмотреть подробный анализ последних игр игрока. Ладдер теперь тоже изменился. Он теперь не единый пул, как было в Warcraft 3 или в первом StarCraft. Теперь он подразделен на несколько лиг – медная, бронзовая, серебряная, золотая и платиновая. При первых играх сначала предлагается сыграть несколько тренировочных, а затем играется в 10 отборочных игр, по результатам которых игрок распределяется в ту или иную лигу. Лиги при этом разделены на дивизионы, в каждом из которых приблизительно по 100 игроков. И в конце сезона где-то первые 10 игроков проходят на уровень выше. За время после выхода Warcraft 3 было создано множество программ для анализа повторов, которые вычиняли различные специфичные данные из них, такие как, например, экшн-спер-мининг каждого игрока или билд-ордера его. Близзард все это увидели, послушали и встроили все эти функции теперь в режим просмотра реплея в StarCraft 2. Можно увидеть, куда игрок кликает мышкой, на какие клавиши забиндены какие войска, посмотреть, какие доходы у игрока, какие сейчас строятся юниты, какие технологии исследуются. И все это из специального выпадающего меню. В целом нам интерфейс Battle.net 2.0 и StarCraft 2 очень понравился. Конечно, присутствуют какие-то глюки, но к финальному релизу они, надеемся, будут устранены. Если сравнивать геймплей StarCraft 2 с предыдущей частью, то создается впечатление, будто бы разработчики разрушили до основания старое здание, оставили основной фундамент, а все остальное отстроили по новой. Первое, что сразу бросается в глаза, это общие какие-то вещи в управлении. К примеру, рабочих юнитов отныне больше не нужно раскликивать при добыче минералов. Стоит только направить горстку сивишек или дронов на месторождения, как они уже сами, без какого-то наития игрока, распределяют свои обязанности. Также появилась система вейпоинтов. Если раньше можно было при постройке юнита задать одну точку, куда он может перемещаться, то теперь точек можно указать несколько, либо же этой точкой может быть любое другое здание, любой другой объект, либо же просто-напросто то же самое месторождение. Кроме того, отныне можно выделять несколько зданий одновременно, при этом вне зависимости от их класса вы можете выделить несколько вспомогательных строений и одновременно запихнуть в пачку несколько строений для производства. К примеру, выделив одновременно несколько фабрик, вы сможете при помощи горячих клавиш строить в них одновременно войска. В принципе, это очень сильно облегчает жизнь, потому что вы с большей эффективностью контролируете юниты при выступлении и можете одновременно управлять базой. В целом, в Старкрафт 2 также ощущается какое-то веяние третьего Варкрафта. Это заметно по системе передвижения юнитов, по системе обилок. Отныне практически каждый юнит оснащен какой-то способностью. И, конечно же, стоит отметить то, что отныне у каждой из рас есть свое какое-то персональное ускорение экономики. К примеру, у тиранов можно вызывать улучшенных рабочих, а у тех же протасов можно банальным образом ускорять производство юнитов либо же исследований. Две главные новые способности у расы протасов, которые были добавлены в игру, это искривление времени, про которое уже было сказано. Во время ее действия производящие здания строят юниты на 50% быстрее, а технологии изучаются на 100% быстрее. Эта способность действует в течение 20 секунд, и заказывается она в Нексусе. Вторая технология — это апгрейд врат, которая позволяет вратам производить юниты не рядом с собой, а телепортировать их в любое место зоны действия пилонов. Таким образом можно построить пилон недалеко от базы противника и телепортировать туда юниты сразу при постройке их. Юниты протасов, строящихся во вратах, подверглись наименьшим изменениям по сравнению с первой частью. То есть у нас остались те же самые зелоты, которые по-прежнему используются во всех матчапах. Драгуны были заменены на сталкеров, а темные темплиеры и высокие темплиеры остались. Зелот по-прежнему остается главной сдерживающей силой против массы зерлингов, то есть поскольку сейчас большинство карт имеют рампу, то первым делом против зерга стоит тремя азелотами закрыть эту самую рампу. Сталкер — это не очень хорошая замена драгуна, он потерял дистанцию атаки, потерял силу атаки, приобрел способность мерцания, но она не так часто используется, как хотелось бы. Высокие темплиеры и темные темплиеры практически не изменились по сравнению с первой частью. Единственное, что способность пистанических шторм была ослаблена. Также у высокого темплиера была добавлена способность отдачи, которая наносит магическому юниту оппонента количество повреждений, равное количеству маны у него. А архоны теперь делаются из любого соотношения темных и высоких темплиеров. Слияние завершено! Во вратах появился и новый юнит, это часовой, это первый маг у протасов. У него есть несколько способностей пока. Первое — это силовое поле, которое ограждает какую-то часть пространства. Например, при помощи силового поля можно перекрывать рампу. Вторая способность у часового — это охранный щит. Она уменьшает повреждения дистанционных атак, поэтому несколько часовых очень хорошо справляются с немного превосходящими силами муталисков. Это вообще является главным контр-юнитом против муталисков у протаса. Треть способностей часового — это иллюзия. Она работает приблизительно так же, как это было в первой части у высокого таблиера. Следующее производящее здание у протаса позволяет строить наблюдателей бессмертных колоссов и фазовые призмы. Наблюдатели не изменили свои функции по сравнению с первой частью. Они все так же работают в качестве детекторов и в качестве основной силы разведки. Бессмертные — это главный юнит протаса против тяжело защищенных юнитов оппонента. Это основной контр-юнит к танкам. Но при этом бессмертные очень легко умирают от обычных зерлингов. Фазовая призма — это фактически тот же самый шаттл из первой части. Единственное, она имеет специальную способность — фазовый режим. В этом режиме она становится стационарным и вырабатывает поле, как у пилона, где можно телепортировать юниты из обгрыженных врат или можно строить здания. Колоссы предназначены для борьбы с юнитами врага, у которых не очень много здоровья. Такие как зерлинги, гидролиски, тараканы, пехотинцы, мародеры. При этом, конечно, у колосса есть свои слабости. Он также довольно легко умирает от зерлингов, если у него нет прикрытия. И это единственный наземный юнит в игре, которого бьет противовоздушная оборона. Третье производящее здание у протасов — это Звездные врата. В нем производятся такие юниты, как Феникс, Излучатель Пустоты, Авианосец. Феникс, по идее, должен быть главным противовоздушным юнитом у протаса, но с этой задачей он справляется не очень хорошо. И основное его применение сейчас — это за счет способностей, которые позволяют поднимать наземные юниты в воздух. Существует даже такая стратегия сейчас, когда зелоты разбавляются фениксами, и в то время как феникс поднимает наиболее важные юниты у врага, и зелоты сносит все остальное. Излучатель Пустоты очень хороший для Хараса. Если вы заметили, что у врага нет противовоздушной обороны или нет достаточного количества противовоздушных юнитов, то пара излучателей доставит ему массу неприятностей, они могут за считанные секунды снести главное здание. Авианосцы практически не изменились по сравнению с первой части. Про них, в общем-то, практически нечего сказать. Последний юнит, который доступен процессам и который строится непосредственно из Нексуса — это материнский корабль. Он обладает большим количеством здоровья, большим количеством щитом и весомым уроном. Но его можно строить только в одном экземпляре. Он исполняет роль арбитра из первой части, то есть способен скрывать юнит, который находится на небольшом удалении, способен использовать способность Рекол, которая возвращает к себе юниты из определенной области. И у материнского корабля есть способность Черная Дыра, которая засасывает в себя войска на определенной территории, но эти войска потом возвращаются, когда действие способности прекращается. Тираны, конечно, как и прежде, очень узнаваемы, но тоже подверглись существенным изменениям. В первую очередь это касается зданий. К примеру, хранилища отныне можно спокойно убирать под землю и тем самым освобождать место для войск. Также серьезно изменилась система пристроек. Отныне каждому производящему зданию можно сделать два вида пристроек, либо это будет лаборатория, которая открывает путь к адванс-юнитам и соответствующим апгрейдам, либо это будет реактор. При этом реактор — штука универсальная. Например, пристроив один реактор в какой-нибудь фабрике, вы сможете без особых проблем поднять ее в воздух и поставить на нее место тот же Старпорт. Реактор позволяет существенно ускорить производство юнитов. Вы можете заказывать сразу две единицы одновременно, но при этом вам закрывается путь к более продвинутым видам. Наиболее заметным изменениям подверглась пехота. Отныне у нас больше нет фаербатов и медиков. На их место встали новые юниты. Первый — это мародер и второй — головорез. Мародер представляет из себя тяжелого вооруженного пехотинца, который очень эффективен против тяжелой техники противника. Тогда как головорез — это быстро перемещающийся боец с реактивным ранцем за спиной, очень хорошо подходит для диверсии, для вырузок на базу противника и для разборок с пехотой оппонента. Особенно он хорош против зданий, потому что атакуя строение, он использует другой тип атаки, и буквально 6-9 головорезов в считанные секунды могут уничтожить любое строение противника. Из старых юнитов у нас остались, как говорилось ранее, морской пехотинец, не подвергся никаким изменениям по сравнению с первой частью. Он также способен стрелять по наземным воздушным юнитам и в больших количествах является основной силой против зерга. Также у нас никуда не делся ГОСТ из первой части. Это по-прежнему диверсант-невидимка, способный наводить атомные ракеты. Однако ему немного изменили способности. И отныне у него нет заморозки. На ее место встал снайперский выстрел. И никуда не делся ЕМП, который способен легко снимать щиты и прогрессы. В фабриках нас, как и прежде, ожидают тяжелые осадные танки, очень эффективные на дальней дистанции, но совершенно беспомощные, если к ним пройти вплотную. И помимо этого на замену вольчерам из первой части пришел новый их аналог. Однако этот юнит значительно слабее в прошлой инкарнации. У него нет спайдер-майндс, но новая атака на пауни способна поражать неосходную юнитов одновременно. Помимо этого мы лишились старых добрых гелиафов, однако вместо них у нас есть теперь тяжелый робот Тор. Он очень дорого стоит, занимает очень много лимита, но при этом в большом количестве является очень грозной силой. Срезвычайно эффективен против тяжелой техники противника и против зданий. Помимо этого он также, как и гелиаф, в свое время способен поражать воздушные юниты противника. В Старпорте же нас ожидает существенно расширенный список авиации. К примеру, отныне у нас есть викинги, универсальные истребители, которые имеют два режима. В первом это, собственно, истребитель, способный атаковать воздушные юниты. Во втором же они трансформируются в наземных роботах. Транспортный кармин у нас выполняет функцию медика. Он способен лечить всю ближайшую живую силу. И, как и прежде, способен вмещать либо 8 легких юнитов, либо 2 танка, либо же вообще может перевести только одного Тора. Также у нас отныне есть вертолеты Банши. По сути, это старые добрые гневы из первой части. Однако они способны атаковать исключительно наземные юниты. И при этом атаковать очень успешно. И так же, как гневы, способны становиться невидимыми. Функцию детектора у нас теперь исполняет Nighthawk. Это юнит поддержки. Помимо того, что он способен обнаруживать невидимых юнитов противника, он также обладает рядом интересных способностей. Одна из них — это стационарная турель. Другая же способность — Nighthawk выпускает модуль обороны, который в буквальном смысле сбивает заряды противника. И последнее, чем отличительный Nighthawk — это его ракетами, каждую из которых нужно устроить отдельно. Они имеют очень низкую скорость, но при этом наносят просто какой-то колоссальный урон. Ну и закрывает наш авиаппарат. Старый добрый трейсер. По сути, ничем примечательнее не отличается. Это всё та же неповоротливая махина из первой части, которую можно оснастить на матоганном. И без поддержки он не представляет особой угрозы и особенно эффективен в больших количествах при каком-то прикрытии. Конечно же, довольно заметно изменилась система развития. К примеру, раньше для того, чтобы получить доступ к ядерным бомбам, нужно было развиться до самого последнего здания, до исследовательского центра, сделать к нему ещё особую пристройку. И после этого вам становился доступен в бараков ГОСТ, который был способен навалить ядерные ракеты. Теперь же у нас это всё значительно упростилось. Достаточно построить казармы, сделать им пристройку в виде лаборатории, и вам сразу же открывается доступ к Академии призраков, где, собственно, и производятся ядерные бомбы, и делаются все улучшения для ГОСТов. Помимо прочего, у нас теперь компстейшн для командного центра не является пристройкой, это постоянная трансформация основной постройки. Заказав компстейшн, вы сможете не только просвечивать любой участок карты, либо же выявлять юнитов невидимых, но и помимо этого сможете заказывать усовершенствованных рабочих, так называемых мулов. Кроме того, командный центр можно трансформировать в планетарную крепость, и если вы решили поднять его в воздух, то можете без проблем загрузить в него ближайших рабочих. Мы в основном играли за Апротосов и за Тиран, за Дергов мы играли в чуть меньшей степени, но всё-таки некоторое время мы им посвятили, поэтому сейчас расскажем про них. В первую очередь, конечно, изменения коснулись системы Крипа, теперь на нём зерги быстрее бегают, а юниты других рас получают штраф при передвижении. Крип теперь может генерить не только главное здание, но и оверлорды могут его делать, а также королева может делать специальную опухоль, которая распространяет Крип вокруг себя. Ну а эти опухоли можно довольно легко уничтожить. Ещё одна способность увеличить Крип — это при помощи Нидос Червя, который, перенося юниты в какую-то часть карты, на выходе генерит этот самый Крип. Для увеличения производства юнитов зерга отныне не обязательно прям сразу строить второй инкубатор где-то рядом. У королевы появилась специальная способность, она заражает инкубатор, и через некоторое время появляются 4 дополнительных личинки. Среди юнитов зерга, конечно же, изменения тоже очень значительные. В первую очередь хочется сказать, что зергины отныне играют очень серьёзную роль. Они дешёвые, их можно много и быстро строить, и они могут нотировать гиблингов. Гиблинги слабо защищены, но приближаясь к вражеским строениям, либо к вражеским юнитам, взрываясь, наносят огромный урон. Также у нас появились роучи, тараканы, которые доступны так же, как и зергины буквально сразу же, и просто великолепно убивают начальных юнитов других рас. Конечно же, никуда не делись наши любимые гидролистки. Это всё так же универсальный юнит, довольно быстро перемещающийся, атакующий на расстоянии. Особенно гидролистки эффективны против воздушных юнитов противника. Однако отныне мы не можем их строить с ранних этапов игры, их место заняли роучи, и по сути гидролистки у нас относятся теперь к адвансов классу. Так что выйти на них не так-то и просто. Аверлорды из первой части никуда не делись, они всё так же исполняют либо роль транскортника, либо детектора, либо просто-напросто обычного хранилища. Однако теперь их можно спокойно мутировать и тем самым превратить в более быстрого разведчика. Также произошли серьёзные изменения среди воздушных юнитов. У нас, как и прежде, остались мутолистки, самая первая воздушная сила Зерга. Однако отныне их больше нельзя составлять в один стэк, поэтому стратегия Hit&Run, в принципе, потеряла свою силу. Также у нас появился новый противовоздушный юнит, который может мутировать в хозяина стаи. По сути, перед нами новый вид Гварда из первой части, у которого просто сменился тип атаки. Ну и, конечно же, никуда не делись наши любимые ультралистки. Момонтоподобные существа. По сути, это танки Зергов. Они совершенно не изменились. Такие же твердолобы, также наносят много урона в ближнем бою, однако отныне они могут закапываться. Я знал, что ты найдешь свой путь здесь. В конце концов. В целом же, StarCraft 2 производит очень приятное впечатление. Даже более того, от этой бета-версии очень сложно оторваться. Играет интересно. При этом Blizzard постоянно выпускает обновления, постоянно правит баланс. Хотя, если честно, он и так весьма неплох. Конечно же, впечатляет картинка. Мы не можем сказать, что она какая-то высокотехнологичная. То есть, вроде все выглядит обычно, но подкупает внимание деталям, подкупает анимация, подкупает дизайн. Конечно, синглплеера мы еще не видели, но уже по обиде ясно, что игра получается очень интересная. Конечно же, в финальном релизе очень многое изменится, но в первую очередь это коснется игрового баланса. По сути, мы уже видим законченный продукт. И уже сейчас можем сказать, что играть очень интересно. И ждем, и ждем с нетерпением. Субтитры создавал DimaTorzok